Давно ли автомобильные бренды создавали модели специально для российского рынка? У нас имеется свежий пример такой заботы. Марка Opel выводит пятиместный микровэн Combo Life, созданный на основе фургона Combo. В Европе такой машины нет. Правда, гордиться здесь нечем, ведь семейный Opel-ек появился для количества. К облачку Peugeot Partner Crossway или, если хотите, к Citroen Berlingo Multispace, лишь прилепили шильди к молнию. Собственно, вся троица партнер Berlingo Combo выпускается на заводе под Калугой. А саму производственную линию к нам перевезли из Испании, где вторая генерация каблучков выпускалась с 2008 по 2018 год. Оригинальный Opel Combo тех времен был клоном Fiat Doblo. Но теперь марка Opel принадлежит французам, которые решили осваивать коммерческий сегмент в России. Моторная гамма у всех трех моделей идентична, однако Opel сделан дороже и богаче своих родственников. И в базовой комплектации ему уже положены сдвижные двери по обеим сторонам, складные столики на втором ряду и многое другое, вроде подогрева лобового стекла. Старт продаж назначен на середину апреля. Словно на контрасте, прайс-листы новейшего Volkswagen Caddy. К нам привезли грузовой и пассажирский варианты. Но силовой агрегат всего один. Это сочетание бензинового атмосферника и механической коробки. В начальную комплектацию включены кондиционер, медиасистема, обогрев сидений и система стабилизации. Но цена самого обычного фургона почти 2 миллиона рублей. И это за стандартное короткобазное исполнение. Любопытно, что для коммерческой машины можно заказать боковое остекление и задний диван. Хотя полноценная пассажирская версия с более качественной отделкой салона и богатым набором оборудования стоит 2 миллиона 200 тысяч целковых. Из любопытного подметим усиленную подвеску, увеличенный клиренс, а также богатейший набор опций. Имея 2,5 миллиона, можно замахнуться на крутой кемпер Калифорния. Готовы ли российские семьи и перевозчики отдавать такие деньги – вопрос открытый. Напомним, что Кэдди наконец переехал на платформу MQB. Главным следствием этого стал отказ от рессорной подвески сзади. Теперь там стоят пружины. Оценить преимущество такого решения покупатели смогут летом, когда стартует продажа живых экземпляров. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ